В Еврокубках как минимум до декабря чемпион Казахстана по футболу каргандинский шахтер крупно обыграл чемпиона Албании команду с Кендербео со счетом 3-0. Таким образом, подопечные Виктора Кумыкова обеспечили себе комфортный задел перед ответной встречей в Албании. Если шахтеру удастся пройти с Кендербео, то даже поражение в плей-офф Лиги чемпионов автоматически переносит каргандинскую команду в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, чтобы продлить свое выступление на международной арене, горнякам необходимо не проиграть в Албании с крупным счетом. Поддержать каргандинский шахтер в матче против чемпионов Албании болельщики отправились на 70 автобусах. В этот вечер вся страна болела за лучшую команду Казахстана. Горняки не подвели. Тянуть с голами шахтер долго не стал. Уже на восьмой минуте Алдин Джидич показал албанцам, кто на поле хозяин. Далее моменты забить были у Финончика и Зиньковича. Однако вратарь выручил свою команду. Второй гол ворота албанцев оформил Роман Муртазаев. Однако к этому моменту счет уже мог быть 4-0, если не больше. Судья отменил два гола из-за офсайдов. Также горняки упустили несколько возможностей довести счет до неприличного. Но избежать разгрома команде с Киндербео в этот вечер не удалось. Надежды албанцев вернуть интригу игре перечеркнул Сергей Хижниченко. 3-0. Убедительная победа шахтера. Теперь для прохода в плей-офф Лиги чемпионов горнякам достаточно на выезде сыграть в ничью. Или хотя бы не пропустить больше двух мячей. Тогда проблем не будет. Два очень хороших футболиста у них не играли сегодня. Может быть это у них оба игрока сборной и оба по-моему самые дорогие их футболисты не играли сегодня. А там они наверняка будут играть. И еще не забывайте, что там где-то на уровне практически среднегоре придется в таких условиях играть. На восхитительную игру шахтера в Лиге чемпионов УЕФА откликнулись и депутаты. Слова начальника облспорта Каролинской области Натальи Сухоруковой о строительстве нового стадиона в Караганде подтвердил депутат мажориса парламента Республики Казахстан Мухтар Теникеев в своем твиттере. Ответный матч состоится 5 августа в столице Албании, городе Тирана.